Из трёх пинчан, которые проявили мужество, спасая людей, терпящих бедствия на воде, на скромную церемонию к спасателям пришли двое. Это Вадим Андреевич и Сергей Тимоховец. Работник пинских электросетей Вадим Андреевич отличился весной прошлого года. Ехал к родным, рассказывает мужчина, и стал свидетелем того, как возле деревни молодельщицы автомобиль с пассажирами упал в канал. Не раздумывая ни минуты, Вадим кинулся к машине, которая в водоеме лежала вверх дном. Не теряя драгоценных минут, вытащил из неё на сушу четырёх человек. Именно этим поступком он спас рыбаков из Минской области. «Последним доставал уже синий был весь. Пролежал три дня в реанимации здесь у нас в Пинской городской больнице. С лёгких откачали пять литров воды. Ну, слава богу, живой». О страхе признаётся мужчина. В тот критический момент он совершенно не задумывался. Всех рыбаков, которые могли утонуть, пенчанин вытащил за пару минут. Для Вадима это спасение стало в жизни первым такого рода поступком. «Как оценили ваш подвиг родные, близкие? Что сказали по этому поводу?» «Горды все. Особенно отец». В отличие от Вадима, Сергей Тимоховец, можно сказать, трижды герой. Именно столько раз он не позволял людям утонуть. Сергей ещё в детстве, едва умея плавать, спас друга, позже детей на Погорском озере. «Сидела компания, родители сидели, занимались собой там с друзьями, а дети уже начали как поплавки. Маленький начал тонуть, а постарше девочка начала, видно, его спасать, а там была яма. И спасли, пошли к родителям, они там накинулись ещё на детей, начали детей бить. Ну, там тоже такая интересная история была». Последний случай, из-за которой Сергей Тимоховец был поощрён спасателями, произошёл летом 2015 года. Тогда мужчина буквально на месте своей работы у грибной базы вытащил из небольшого затона девочку. «Она просто не могла по этим плитам добраться до берега. Она поскальзывалась, падала, уходила под воду, а опять вот так вот она шкреблась. Двое детей стояли, они хотели ей помочь, но я уже боялся, чтобы они туда ещё не попадали». «Спасение человека в любой сфере – это уже героический поступок. Потому что, например, в воде, когда человек тонет, его надо ещё уметь спасти. И не каждый отважится, скажем так, спасти этого человека. Поэтому я считаю, это героический поступок действительно». Третий смельчак-спасатель, каждый из которых, к слову, является членом организации «Освод» – это Сергей Климовец. Известно, что он, работник узлетмаша, не побоялся броситься в воду и вытащить ребёнка. Все эти герои имеют право причислить себя к целой армии спасателей, которые 19 января отметят свой профессиональный праздник. «Хотелось бы поздравить своих коллег с Днём спасателя. Работа спасателя – это тоже героическая работа. Так получилось, что День спасателя совпадает с Крещением, со святым праздником. Поэтому хотелось бы пожелать всем коллегам крепкого здоровья, мира, чистого неба над головой. Всего самого наилучшего».